Плоды шиповника, как источник полезных для человека веществ, известны с древних времен. Ягоды, образующиеся после цветения дикой розы, содержат высокую концентрацию витаминов, микро- и макроэлементов. Правильное изготовление и применение настоя из шиповника помогает человеку поддерживать здоровье, сохранять молодость, физическую активность и высокую умственную работоспособность. Применение. Настой шиповника используется для поддержания организма в экстремальных условиях. Он помогает не заболевать в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, восстановиться после тяжелых травм, операций, перенесенных заболеваний, нормализовать работу желчевыводящих путей после проведения холицестоктомии, адаптироваться к новым условиям при перемене местожительства или работы. Кроме того, благодаря богатому составу плодов применяется в таких случаях при неустойчивом артериальном давлении, гипертонии, после кровотечений и в случае нарушения кроветворения. Для профилактики атеросклероза повышение уровня мочевой кислоты, сахарного диабета, при переломах костей и травмах связок и сухожилий, если отмечается слабость сердечной мышцы, в случае геморрагических проявлений и повышенной ломкости сосудов, если нарушено пищеварение, есть воспалительные заболевания желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. С целью повышения активности собственного иммунитета, для устранения общей слабости, усталости, чтобы повысить жизненный тонус организма. Настой шиповника обогащает организм нужными веществами, делает его способным выдерживать повышенные нагрузки, противостоять усталости и стрессам. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, тогда мы вам будем регулярно сообщать о темах новых выпусков. Как сделать настой? Чтобы настой получился вкусным и полезным, предпочтительно использовать сухие измельченные ягоды. Важно применять не кипяток, а горячую воду с температурой около 70 градусов, тогда все полезные ингредиенты не потеряют свою активность. Чтобы в раствор максимально быстро перешли нужные вещества, ягоды предварительно следует измельчить. Оптимально использовать термос со стеклянной колбой, но можно заваривать и в чайнике, правда сырья понадобится немного больше. В термос на литр воды берется 4 столовые ложки сухого измельченного сырья. Заливать горячей водой и оставить на ночь. Утром слить настой, процедить, а оставшиеся плоды можно использовать повторно. Выпивать следует один стакан в день. Важно! Витамины в растворе сохраняются не более 12 часов, поэтому использовать желательно сразу. Пить такой настой можно взрослым и детям. Напишите в комментариях, о каких еще плодах вам хотелось бы услышать, может быть о черной бузине? Противопоказания. Не всегда можно использовать такой активный, богатый ингредиентами напиток. Не рекомендуется применять. При высокой кислотности желудочного сока, язве желудка, за счет аскорбиновой кислоты кислотность повысится, появляется дискомфорт и сжога. При склонности к тромбообразованию, возможно ухудшение. При нарушении структуры амали зубов. Когда были аллергические проявления на шиповник ранее, в случае почечной или печеночной недостаточности. Даже такой полезный, казалось бы, напиток, как настой шиповника, не стоит пить более рекомендуемого количества. Перед применением надо оценить наличие противопоказаний. Чтобы не ошибиться в своих заключениях, стоит посоветоваться с лечащим врачом.